Приветствую всех выживших, с вами, как всегда, я Гост, и мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсисе в GTA 5. Ну что ж, друзья, это у нас вторая серия нашего нового выживания в зомби-апокалипсисе. И в прошлой серии, как вы помните, мы с вами добрались до этой небольшой деревушки, где проживает Тревор. У нас здесь была одна очень важная задача, которую я успешно выполнил между серией. Нам нужно было с вами добыть вот эту амуницию, которая находилась прямо в доме Тревора. Как вы видите, я ее успешно забрал, и сейчас мы с вами, можно сказать, получили хотя бы какую-то броню от укусов зомби. То есть, эта одежда очень плотная, также к этому я взял вот такой вот небольшой портфельчик, который мы сможем переносить различные ресурсы и оружие. Ну и, в общем-то, в самом начале этого ролика, ребята, хотел бы вам напомнить о том, что данный новый сезон выживания в зомби-апокалипсисе выходит благодаря вашим лайкам. Давайте, ребята, если вы хотите увидеть поскорее вторую серию, точнее, даже не вторую, а уже третью серию нашего выживания, прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом, обязательно, друзья. Как только наберется 8 тысяч лайков, я запишу следующий видосик. Так что давайте, ребята, чем быстрее вы наберете, тем быстрее выйдет новая серия. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы вступить в нашу огромную семью призраков. Ну и, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, в общем-то, зомби уже, как видите, меня заметили. Я спрятался от них вот на таком вот здании, и уже половина из них стоит и просто смотрит на меня, ждут, пока я спущусь на землю. Что же нам сегодня нужно будет с вами сделать? Дел очень много, на самом деле, нужно очень многое сегодня нам постараться провернуть. Ну, хотя сегодня, наверное, не успеем. Но хотя бы в ближайшее время, ребята, нужно очень многое сделать. Во-первых, что самое важное, припасы у меня уже закончились. Те припасы, которые мы с вами раздобыли в прошлой серии, часть из них была испорчена, другую часть я уже употребил в пищу. Потому что, как вы понимаете, выживал я здесь без этого еще двое суток. То есть, нужно было питаться, нужно было пить воду. Поэтому ресурсы у нас с вами израсходовались. В сегодняшней серии обязательно нужно будет нам с вами раздобыть новые припасы, которые, в принципе, я даже не знаю, где мы будем добывать. Можно будет порыскать где-нибудь здесь в округе, быть, может, есть какой-нибудь магазинчик. Плюсом к этому нужно будет постараться рассмотреть вообще близлежащие районы. Я бы на самом деле... Так, мы с вами пришли вот отсюда, да, вот из этой деревушки. Я бы на самом деле двинулся куда-нибудь вот в эту сторону. Да, вот сюда. И уже с этой стороны я бы направился вот куда-нибудь в этом направлении. То есть, рассмотрел бы вот эту небольшую, ну, тоже деревушку, да, небольшой пригород, в котором, возможно, есть что-то интересненькое. Для начала я бы на самом деле рассмотрел вот этот магазин оружия, который, возможно, будет открыт. И если это будет так, то я буду просто безгранично рад, потому что оружие мне сейчас просто капец как жизненно необходимо. Давайте проверим. Так. Оп. Ага. Магазин закрыт. Так. Ну-ка. Нет. Не открывается. Так. Стену эту я навряд ли смогу снести. Это кто-то другой поставил. И забрать я тоже ее не смог себе в инвентарь, потому что, ну, вы сами прекрасно понимаете, что это поставлено кем-то другим. Быть может, внутри были выжившие. Хотя, странно, что они так забаррикадировались прям. Видимо, видимо, никого там уже в живых нет. Быть может, это мародеры забаррикадировали магазин после того, как забрали из него все необходимое. Может, там осталось маленько чего-нибудь. Но я не буду тратить свои два патрона, которые мне нужны. Вот без гарантии того, что эта стенка точно сломается. Поэтому я лучше, ребята, оставлю это оружие, эти патроны и побегу уже вот так вот. Оружие, в принципе, есть где поискать. Я думаю, что в Лос-Антосе много мест, где, возможно, осталось хоть что-то. Например, полицейский участок, который я бы реально захотел бы облутать в последующем. Но до него еще, как вы понимаете, очень-очень далеко. Для начала бы отыскать хотя бы какой-нибудь пистолет. Я не знаю, что ли, в котором будет побольше патронов явно, чем в дробовике. Ну и, например, какую-нибудь ППшечку на близней дистанции, чтобы отстреливаться. Тоже было бы просто офигенно. Так, тут какой-то тату-салон, как я вижу, который тоже у нас закрыт. Блин, так там припасы есть внутри, я вижу. Ох, капец, там может быть и вода была бы. Нет, видимо, не судьба сегодня. Так, погоди, у нас тут с вами есть какой-то... Так, это у нас госпиталь, да? Да, это госпиталь. Давай посмотрим госпиталь, что у нас может быть здесь. Так, бронежилет. Отлично. Пополнили броник. Просто шикарно. У нас броник маленько был покусан зомбарями. Поэтому сейчас мы с вами с новым броником. Как говорится, с новыми силами. Так. Ты засранский зомби. Получай вот так вот. Ух ты, упади, я сказал. Так. Тихо. На тебе. Так, не попал, не попал. Я его убил, нет? Не вставай. Не вставай, тварь. Так, по голове тебе. Вот так вот. Давай. Все, хорошо. Он убит? Нет. Вот так вот прямо об камне. Да блин, капец. Сколько тебе нужно ударов, чтобы ты отъехал от этой дубинки, а? Она же с гвоздями, черт побери. Да капец. Не могу расшибить ему голову. Все, отлично. Один ресурс подобрали какой-то. Ладно, хорошо. Я думаю, в любом случае пригодится. Так, нужно запомнить, что здесь на госпитале есть аптечка, которой можно будет воспользоваться в случае необходимости. Тварь укусил меня. Укусил меня. Немножко покоцал мне броню. Ну ладно. Ладно, фиг с ним. Броню мы сейчас с вами найдем. Так, два ресурса. Когда зомби ходят по одному, их убить намного проще. Я это уже, ребята, запомнил. Как бы лучше их вылавливать реально поодиночке. Например, вот там вот один зомбак стоит, но к нему долго бежать. Поэтому давай-ка попробуем вот с этим разобраться. Ресурсы сейчас очень нужны, ребята. Для крафта, для всего. Ох, прям расшиб ему мозги. Как это было круто на самом деле. Что у нас здесь есть еще? Какая-то забегаловка, кафешка, в которую я, по всей видимости, зайти не смогу. К сожалению, а. И что это такое? Так, это у нас опять какая-то парикмахерская, да? Погоди, смогу расшибить дверь? Нет? Так, на. Давай! Стекло. Стекло, что ли? Стойкое очень, да? А, пулестойкое стекло. Нет, не смогу его расшибить. По всей видимости, придется убегать отсюда. Так, вот еще один зомбак идет. Сейчас мы быстренько с ним, ребята, разберемся. Я думаю, это будет просто... Ах, блин, не смог ему голову пробить. На тебе! Вот так вот, хорошо. Давай обходим. И еще разочек. Вот так вот. Прямо в голову метимся. Прямо в голову. Вот так вот, все хорошо. Все, убили его. Прямо аж мозги вам вытекли. Капец, блин, а. Не верится, что приходится заниматься таким вот живодерством, можно сказать, да? Ну, реально откровенным убийством во время зомби-апокалипсиса. На самом деле, это очень печально. Не хочется мне выживать вот таким вот способом. Но, что поделать. Это все-таки конец света. Во время конца света все средства хороши. Так. Стрельба. Рядом со мной стрельба. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Так. Спокойненько. Так, зомби. Зомби, зомби. Так. Отвали. А, блин, нет, 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 нет. Отвали, отвали, отвали от меня. Так, пробегаем, пробегаем. Эта тварь меня успела укусить. Так. Оу, блин, там люди. Там люди. Причем. Так, враждебных наклонностей. Так, черт побери. Так. Не спалите меня только, пожалуйста. Так, давай. Аккуратненько. Аккуратненько. Так. Они куда-то уехали. Воу, воу, воу. По кому-то стреляют. Так. Офигеть, их там. Их там несколько человек. У меня нет варианта на них нападать. Нет варианта. Так, там еще один обходит с того края. Твою же дивизию, а? Че поделать? Прям между двух огней застрял. Так, тихо. Давай сюда попробуем. Так, тут можно пробраться через мусорный ящик. Так и сваливать. Так, давай, давай, давай. Машину я, кстати, проверил. Тревор, она тоже не рабочая. Если что, как бы смысла даже сейчас подбегать ее проверять. Второй раз нет. Просто поверьте на слово, она не работает. Она не поедет. Я пытался, ребята, изо всех сил как бы. Но там нужен этот починочный ящик, который нужно будет потом скрафтить или где-нибудь налутать. Но сразу же говорю, будет сделать это очень тяжело. Так. Тихо, 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 тихо. Бандиты до сих пор там. Я надеюсь, что эти твари не придут ко мне. Я сейчас про бандитов говорю, а не про зомби в первую очередь. Бандиты сейчас опаснее, чем зомби. Зомби-то хотя бы тебя не догонят. А вот бандиты могут догнать, убить и обократь. Так. Вот так вот тебе. Отлично. Так. Давай. Вот так вот хорошо. Давай еще. Блин, капец. Капец. Не могу. Не могу его убить. Так, давай. Отходи, отходи. Так. Нормально. Еще жив. Еще жив. Так. На тебе вот так. Все, хорошо. Теперь точно. Так, еще два ресурса. Просто шикарно, ребята. Мы с вами потихонечку собираем то, что нам очень необходимо. Это реально, в первую очередь, различные ресурсы для крафтинга. И это неотъемлемая часть нашего выживания. Как вы понимаете, чтобы выжить в мире зомби-апокалипсиса, нужно, конечно же, очень много различных вещей. Которые в последующем мы превратим, допустим, в костер, например, да. Нужно собирать дерево, там, розжига, чтобы костер сделать. Например, превратим, если это какая-нибудь еда с них выпадает, там, куски мяса, например, можно будет превратить уже в пожаренное мясо, которым я смогу в последующем попитаться. Ну и самое, что сейчас, наверное, более важное, что находится реже всего, это вода, которая мне необходима, ну, просто капец, как сильно. Так, ладненько, хорошо. Портфель у меня большой, влезет очень много ресурсов, но я думаю, что задерживаться здесь не стоит. Зомби, но убивать мы еще с вами успеем, тем более растут у нас с вами на хвосте бандиты. Я думаю, что стоит все-таки выдвигаться уже в направлении... Так, это у нас, получается, направление запада, да. На западе здесь у нас есть вот такая вот небольшая деревушка, как я вижу по спутнику. В этой деревушке, я надеюсь, что можно будет что-нибудь отыскать полезное, что в последующем пригодится нам очень сильно. Хотелось бы... Ой-ой-ой, хотелось бы какое-нибудь оружие, конечно, не буду выбегать в ту сторону. Не хочется мне рисковать. Там, рядом с этим берегом, в прошлый раз было очень много зомби. Сейчас, наверное, тоже. Так, ну-ка, погоди, здесь какая-то тачка стоит. Вот такие вот тачки я не проверял, сломаны они или нет. Так, а, погоди, чего? Она рабочая? Она рабочая! Ох ты, капец! Капец наш первый транспорт! Серьезно? Ребят, мы с вами нашли машину. Но, как бы, тяжело назвать это, конечно, машиной. Да, я прекрасно понимаю. Но мы с вами нашли транспорт, на котором можно передвигаться. Это просто бесценно уже. В этой серии мы с вами нашли себе транспорт. Офигеть! Просто офигеть! На самом деле, ребята, я очень рад. Так, и тут у нас рядом бандиты. Так, там наверняка... Да-да-да, бандиты уже там есть. Там сбросили ящик с припасами, которые можно было бы, конечно, залутать. Но, к сожалению, не с нашей сейчас амуницией, потому что оружия у меня нет, чтобы от этих бандитов отстреливаться. А они, уж поверьте, если захотят, смогут меня убить очень просто. Поэтому я пока что буду избегать различных встреч. Бандиты за мной, что ли, едут? Ах, блин, укусил! Бандиты... Погоди, они за мной едут. Твою дивизию. Так, давай, 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 давай. Гоним, гоним, гоним. Они за мной едут. Прикиньте, без машины бы я был. Так. Тихо, тихо. Так, тут сворачиваем, тут сворачиваем. Неуправляемая тачка, неуправляемая! Так, давай, давай, давай. Нет! Блин, так, надо ее переворачивать. Давай, выезжай! Вот так, все шикарно. Они высадились прямо здесь, ребята. Сейчас будут наверняка просто преследовать меня. Они едут за мной и убивают всех зомби, которые встречаются по пути. Я думаю, если выжившие тоже встречаются, то их тоже убивают. Я надеюсь, что они будут преследовать меня не очень долго. Мне бы не хотелось, конечно, чтобы меня сейчас убили прямо в начале нашего выживания. Все-таки жизнь мне, как вы понимаете, очень сейчас дорога. И поэтому я сейчас хочу найти хоть какое-то оружие, чтобы себя маленечко обезопасить. Эта машина вообще неповоротливая. Вот она реально едет просто, я не знаю, как какая-то бетонная, что ли. Так, на тебе нафиг, зомби! Вот так вот, хорошо. Ну, хотя бы зомби на ней можно сбивать. Так, тачку припаркуем где-нибудь, наверное. Так, давай поближе припаркуем к речке. Я сейчас рассмотрю это место все. Тут вон сколько поломанных домиков. Быть может, найдется что-нибудь интересненькое здесь. Так, давай начнем, пожалуй, вот с этого. Что у нас тут есть? Рассматриваем все. На полу могут лежать припасы и, что самое важное, патроны и оружие. Поверьте, ребят, в таких зданиях как раз таки и появляется то, что нам сейчас с вами необходимо. Так, я слышу собак, но надеюсь, что это не инфицированные собаки, а обычные. Так, ну-ка, стой, что там? Да, да, что там? Это, это винтовка, ребята. Это винтовка с 30 патронами. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, 30 патронов на винтовке, это шикарно. У нас теперь есть оружие, которым можно отстреливаться. Так, я же вам говорил, ребят, я же вам говорил, что здесь появляются такие вещи. Я еще броник подобрал. Офигенно, у меня теперь броня еще и полная. Ох ты, капец. Так, тут только что была же красная метка. Она пропала. Слушай, вангую, что это был человек, его только что убили. Да? Ну-ка, погоди. А где труп? Где тогда труп? Мне надо подобрать с него оружие. Я не вижу трупа. Не вижу, не вижу, не вижу. Никак трупа не вижу вообще. Так, тихо. Тихо. Нет, здесь ничего нету. Так. Блин, а куда он убежал? Походу, походу он уже инфицировался. Я думал, достану еще какое-нибудь одно оружие огнестрельное. Но вот ту тачку вы видели, да, на которой он приехал? Вон она вся раздолбанная. Вы, наверное, понимаете, да, что на ней я не поеду? Потому что лучше уж на таком кататься, как у меня сейчас, чем я буду кататься на той развалюхе. Она развалится очень быстро. Так, забираем, короче, нашу тачку. Хотя давай еще проверим вот эту вот, вот эту вот часть. Может, здесь что-то будет полезное. Блин, ничего абсолютно нет. Так, ладно. Ну, не в моем положении сейчас жаловаться. У меня хотя бы оружие появилось, которое достаточно, причем и мощное, и меткое. То есть я сейчас вполне себе могу даже поохотиться на этих бандитов, если таковые за мной приедут. Но, наверное, даже не поохотиться, правильнее сказать, а просто оборониться. Так, ладно, надо выезжать на дорогу. Давай сейчас спокойненько проедем здесь. Вот так вот, хорошо. У меня, интересно, на чем у меня ездит вот эта вот тачка? На бензине, да, ведь, наверное? Наверное, на бензине. Не на электричестве ведь? Хотя фиг его знает. Я на таком ни разу вообще не катался в жизни, можно сказать. Так, там спереди еще у нас один аэрдроп, который мне желательно бы объехать. Просто ехать мне нужно как раз-таки вот в том направлении. Я вам показывал, куда я хочу выдвинуться. Сейчас мы с вами доедем до лесопилки. И уже оттуда будем выдвигаться в последующем, в тот небольшой пригород. Где я намерен, как вы понимаете, отыскать себе, конечно же, оружие, провизию. Может, выживших встретить каких-нибудь. Ну, пока что не знаю. Пока что тяжело на самом деле сказать. Мы с вами въезжаем в зону... В зону аэрдропа. Я рискую сейчас, капец. Рискую. Ой-ой-ой-ой-ой. Там, 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 там. Вон они, капец их там. Так давай объезжаем. Объезжаем. Так, быстрее, 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 быстрее. Все, все, все. Уезжаем отсюда нафиг. Капец их там было. Там просто толпа. Толпа бандитов. Почему их так много стало? Это... Это вообще нехорошо, ребят. Увидели, сколько их там было? Ай. Так, сдаем назад, сдаем назад. Она вообще неуправляемая. Так, давай, 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 давай. Проезжаем, проезжаем. Все, хорошо. Я ни разу не видел их в таком количестве. Это же просто капец. Кстати, если вы заметили, зомби становятся немножко больше, да? Чем в прошлой серии. Вот сейчас их стало, ну, как сказать, ну, видимо, больше. То есть, если раньше ходили группки там по 10, по 15, наверное, в лучшем случае зомби, то сейчас их ходит, ну, реально достаточно много. И вот этот аэрдроп, конечно, можно было бы его золотать, учитывая, что... А, нет, он, наверное, пропал, потому что его забрали уже бандиты. Если зомби, бандитов тех убили, можно было бы туда, конечно, сбегать, забрать все оружие, которое там осталось, и машину. Машина там тоже, ребята, появляется. Причем машина очень хорошая. Ух ты, капец, даже тут зомби, они вообще везде, весь город заполонили. Так, окей, проезжаем, проезжаем. Так, нам нужно добраться до лесопилки. На лесопилке, я думаю, что сможем найти что-нибудь полезное. Ох ты, так, зомби, аккуратненько бежим. Что-нибудь полезное? Ну, я-то на самом деле ни разу не был, но точно знаю, что там есть аптечка. Вот во время зомби-апокалипсиса я там никогда не проезжал, не знаю, что там у нас появляется, какие предметы. Но вот в обычной GTA-шке там у нас есть аптечечка, которую можно будет в случае чего сейчас заприметить. Так, давай, спускаемся, спускаемся. Так, хорошо. О, блин. Так, давай, 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 переворачивай. Так, спокойно, спокойно. Так, капец, вот по камням на ней вообще просто ужасно ездить. Не знаю, что лучше, бегать пешком или кататься на такой тачке. Наверное, все-таки кататься на такой тачке, да? Это хотя бы что-то. О, я ее сломал почти. Да, капец. Это шикарно. Слушай, это просто шикарно. Так, слушай, а у нас по всей видимости... Так, где солнце-то? Солнце уже скрылось, да? По всей видимости, скоро у нас закат будет. Это означает, что начнется темнота. Ну, ночь, чтобы понимали, да, понятнее. Ночью я, конечно же, никуда не двинусь. Ночью я останусь лучше где-нибудь в спокойном месте, где можно перекусить, где можно будет растопить воду и подкрепиться с силами. На самом деле, единственное место, которое я сейчас вижу для меня пригодным, это вот эта лесопилка. Открытое пространство, помещение, на которое можно забраться, куда ко мне никто не залезет. Идеальное место, чтобы провести здесь свой ночлег. Растлить вот этот вот спальный мешок и просто отдохнуть уже, да? Потому что за сегодня мы сделали достаточно, на самом деле, много. Я даже не ожидал, что получится все настолько хорошо. Так, ставим костер. Так, давай. И давай маленько пожарим мяско, которое у меня, кстати, имеется. Видите, скотт, я его подобрал. Так, отлично. Водички. Вода есть. Отлично. Все, попили. Так, что у нас там? Все, маленько утолили голод, маленько утолили жажду. И, в принципе, на этом, я думаю, можно заканчивать. Сейчас станет холодать, поэтому костер это самое лучшее место, рядом с которым я бы хотел находиться. Ну что ж, друзья. В общем-то, давайте на этом мы с вами закончим. Надеюсь, что сегодняшний ролик вам понравился. Помните, что как только наберется 8 тысяч лайков, я запишу следующую серию выживания в зомби-апокалипсисе. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики и вообще быть в нашей огромной семье призраков. Ну и нажимайте на колокольчик. Само собой. Ну что ж. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока-пока.